Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Беннур Жакен. В начале выпуска коротко о главном. Более 5000 человек участвовали в акции в поддержку национальной идеи Менгалик Ель. Бруцеллез в селе Куйбас. Солдат воинской части 54-51 спас ребенка. В поддержку великой национальной идеи президента страны Нурсултана Назарбаева Менгалик Ель под эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошла патриотическая акция «Без Менгалик Ель Боламус». В спортивном комплексе «Жастар» собрались более 5000 человек. На мероприятие побывала и наша съемочная группа. Представители всех регионов страны собрались в спортивном комплексе «Жастар». Это уважаемые гости из столицы, депутаты мажориса парламента Республики Казахстан, заслуженные деятели страны и активная молодежь. Все они достойные патриоты своего государства. Идея президента Нурсултана Назарбаева Менгалик Ель является уникальной исторической миссией всех казахстанцев, особенно жителей нашей области, трудовой и политической родиной главы государства. На торжественном мероприятии перед собравшимися выступил заместитель председателя, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Яралы Тукжанов. Он отметил, что идея лидера нации Менгалик Ель играет важную роль в жизни каждого казахстанца. И буквально недавно проходил 20-я сессия Ассамблеи народа Казахстана, которая называлась «Одна страна, одна судьба». Я думаю, вот эти понятия, безусловно, тесно взаимосвязаны. И в основе Менгалик Ель стоит безусловная независимость нашей страны, но в основе независимости стоит национальное единство, которое мы должны сохранять, беречь и нести как главное око. Президент Нурсултан Азарбаев возлагает огромную надежду на молодежь нашей страны. Именно она поднимет государство на новые высоты, поможет достичь еще больше вершин. Сегодня студенты колледжей, учащиеся, показали патриотический дух и выразили безграничную любовь своей стране. Национальное единство, мир и согласие – наши главные ценности. И мы обязательно должны передать эти ценности следующим поколениям. Менгалик Ель – вечная дружба. Менгалик Ель – великий народ. Аким Карагандинской области Баужан Абдишев в своем выступлении отметил, что семь принципов Менгалик Ель отражают базовые ценности, общность интересов и исторической судьбы народа Казахстана. Огромные достижения страны в экономике – наглядный результат этой общности, этого духовного единства. Также на встрече глава области обратился к нашей молодежи. Воплощение идеи Менгалик Ель проходит под эгидой Ассамблеи народа Казахстана. Карагандинская молодежь подхватила эстафету, которая идет по всей стране. Я с огромным удовольствием сегодня хочу это отметить. Вы видите порыв нашей молодежи, молодежи Карагандинского региона. И это убеждает нас, что будущее Казахстана в надежных руках. В торжественной обстановке глава региона передал Яралы Тукжанову, заместителю председателя, заведующему секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, книгу, которая побывала во многих уголках нашей страны, и в которой тысячи казахстанцев, в том числе жители нашей области, выразили свою поддержку идеей главы государства Менгалик Ель. В завершении грандиозной встречи была организована концертная программа с участием местных артистов. Расклеили объявление штраф 50 месячных расчетных показателей. Сегодня Акимат города Караганды провел рейд по автобусным павильонам ожиданий, на которых и прошли разъяснительные работы с населением. Подробности у нашего корреспондента. Объявления о продаже квартир, покупке мебели, потере документов и другие рекламные объявления в павильонах ожидания транспорта вы не увидите. Программа по благоустройству города развивается полным ходом, а разноцветные объявления на остановках портят внешний вид улиц. Об этих запретах говорилось и ранее, но жители к нему не особо прислушались и продолжали расклеивать объявления в центре города. Штраф и запрет идет на законных основаниях. Статья 387. Нарушение благоустройства города. Края штрафом от 20 до 40 мрп на счетных показателей. 20 мрп куда ни шло. Наверное, из-за этой небольшой цифры горожане продолжали клеить различные объявления на остановках. В этом году ситуация изменилась. Кто будет препятствовать благоустройству города, то есть захламлять павильоны ожидания объявлениями, будет оштрафован на 50 мрп. Будут подаваться исковые заявления до 50 мрп штрафы. Амина Смакова, Габинент Гружбеков, Бахтер Роспанов, 1-й Карагандинский. И снова в Карагандинской области вспышка бруцеллеза рогатого скота. Новые случаи зафиксированы в селе Койбас Абайского района. Там профилактический забор крови был взят у 120 голов крупного скота. В результате у 19 животных инфекционное заболевание подтвердилось. Заразились и четверо жителей села. Сейчас бруцеллезные животные находятся вместе со здоровыми. Изолировать зараженный скот ветеринары не спешат. По закону животные должны были быть отправлены на убой. Однако специалисты даже продезинфицировать сарай не соизволили, возмущаются жители. Ничего ясного не сказали. На следующий день приехали, кровь взяли. Сегодня какое-то число 12-е. До сих пор мы ни одного ветрача не видели. Результаты мы не знаем. После этого ни разу не было. Хотя ему сыворотку предоставляют. Ему дали машину и все. А где это все интересно? Где его работа? Где его интерес к скоту, к людям, населению? Вспышка опасного инфекционного заболевания в селе Койбас произошла внезапно. Ни у людей, ни у коров не проявлялись какие-либо признаки. Анализы на бруцеллез давали все жители. В результате инфицированных оказались четверо людей. Что самое страшное, в их числе есть и дети. Многодетная мать Даригуль Дошанова до сих пор не может поверить в случившееся. Ведь двое зараженных опасной болезнью – ее близкие люди. Я в медицине ничего не понимаю. Когда пришли результаты, было написано, у моей младшей дочери 2 икса, у старшей 3 икса. Нам ничего не говорят. Я не могу поверить в это. Что будет с нами дальше, я и не знаю. Между тем, жильцы отмечают, проверка в крестьянском хозяйстве не проходила вот уже 3 года. Только месяц назад сельские ветеринары все-таки решились провести мероприятие в одном из отдаленных сел. Выводы оказались тревожные. Положительный результат на бруцеллез подтвердился почти у 20 животных. В связи со сложившейся ситуацией в селе Койбас объявлено ограничение. Но не карантин. Сейчас бруцеллез выявлен у 119 животных. Нами проводятся все необходимые мероприятия. То, что проверки в селе Койбас проводились по плану, подтверждает и местный ветеринар. Кроме того, специалист уверяет, профилактический забор крови скота был выполнен и в прошлом году. Однако тогда результат был удовлетворительный. Как могла произойти вспышка бруцеллеза за такое короткое время, ветврач и сам не знает. В крестьянском хозяйстве села Койбас есть 190 голов крупного рогатого скота. Из них были проверены 123. Бруцеллез подтвердился, но кровь животных была отправлена в лабораторию повторно. Сейчас среди жителей проводятся разъяснительные мероприятия. После того, как выйдут результаты, мы начнем отправлять зараженных на убой и дезинфекцию сарая. Пока ветеринары выясняют причину массового заболевания животных, сельчане подсчитывают убытки. Несколько семей могут потерять единственный источник дохода. По словам местных жителей, если второй анализ на бруцеллез подтвердится, то жители поселка намерены добиваться компенсации за ущерб. Миром Гульсал Кимбаева, Габиден Крушпеков, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Трое браконьеров из Шахтинска убили шесть сайгаков. Не надо объяснять, что эти животные внесены в Красную книгу и охраняются государством. По факту истребления животных возбуждено уголовное дело. Как отмечают полицейские, трое жителей Шахтинска были задержаны на территории Нуринского района при проведении рейдовых мероприятий по охране животного мира и сайги. В настоящее время назначена судебно-баллистическая и ветеринарная экспертиза. Проводится предварительное расследование в связи с возбуждением уголовного дела. Также 10 марта при въезде в поселок Ботокара на развилке автодороги Ботокара-Баянаул была остановлена автомашина марки ВАЗ-2113 с прицепом, в котором находился снегоход «Барс». Управлял машиной 53-летний житель Караганды. В ней находился еще один карагандинец, 49 лет. При осмотре автомашины в багажном отсеке был обнаружен полиэтиленовый мешок из-под муки с разделанным мясом неизвестного животного, предположительно косули. Также было обнаружено нарезное ружье, патроны в количестве 19 штук и карабин марки СКС, принадлежащий водителю. По данному факту также возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз. Проводится расследование, сообщают полицейские. Продолжаем выпуск. Солдат воинской части 54-51 Алтынбек Каблбеков стал героем. Рядовой вытащил семилетнюю девочку из-под колес автомобиля, при этом пострадал сам. Считает ли солдат-спасатель свой поступок героическим, узнавал наш корреспондент Амина Смакова. Вечером 7 марта наряд войсковой части 54-51 патрулировал на проезжей части в одном из районов города. Как раз в это время семилетняя девочка гуляла вместе со своей мамой по тротуару. Ребенок, играя, оказался на дороге. Тут внезапно из-за поворота выехала машина. Один из патрульных, а именно наш герой Алтынбек Каблбеков, успел подскочить к девочке и оттолкнуть ее в сторону тротуара. Водитель автомобиля хоть и пытался затормозить, однако все равно задел солдата. Пострадавшего героя тут же доставили в больницу, где он получил необходимую помощь. Синяки, царапины, ушибы, перелом ноги и выбитые зубы – результат спасения маленькой девочки. По словам молодого человека, он не мог поступить иначе. Как только я увидел ребенка и автомобиль на дороге, тут же выбежал и оттолкнул девочку. Не знаю, как все это произошло, я не задумывался. Интуитивно подбежал и оттолкнул. Потом почувствовал резкий удар и потерял сознание. Действия молодого человека полностью можно считать геройскими. Командиры уже подумывают о награждении солдата. По словам военных, мама спасенной девочки поблагодарила. Однако в больнице женщина ни разу не появлялась. Ни женщина, ни водитель. Несмотря на травмы, врачи больницы уверяют, что через месяц Алтынбек Кабалбеков будет как огурчик. Амина Смакова, Каратор Шитов, Бахтиар Успанов, 1-й Карагандинск. В Карагандинскую область с рабочим визитом прибыл директор департамента кадрового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ержигит Култаев. Он ознакомился с работой карагандинского гарнизона и провел семинар по разъяснению послания президента для подразделений департамента по чрезвычайным ситуациям региона. Казахстан входит в мировую систему экономических и политических отношений. Сегодняшнее тревожное время в связи с событиями в Украине обязывают особенно тщательно относиться к посланию президента страны народу Казахстана. Оно является конкретным планом выхода на новый уровень развития социально-экономических отношений, насыщения экономики новыми инновационными технологиями. По такому пути шла, к примеру, Япония, которая как губка впитывала все новые идеи и воплощала их в практику национального производства. Теперь же она одна из законодательств инновационного прогресса. Режим видеоконференций позволил участвовать в обсуждении послания президента подразделениям Жизказганского и Балхашского регионов. Особый директор департамента кадрового обеспечения МЧС Республики остановился на задачах, входящих в сферу деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям. От чего все зависит? Зависит от стабильности. А стабильность от чего зависит? От культуры, от воспитания, от мировосприятия всего, от того, что говорит наш президент. А в его словах нашего президента очень важные мысли заключены. Как нам дальше жить, как нам дальше двигаться, как дальше работать, как эти экономические сложности, политические, перейти, чтобы у нас не повторилась Украина. Сергей Высокорцев, Габидидан Курышбеков, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Религия и традиции. Так в переводе на русский язык звучит название новой книги, вышедшей в Казахстане. На презентацию в библиотеке имени Гоголя собрались учащиеся города представители религиозных конфессий. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Но особо интересна она будет молодежи. Ведь молодежь как губка впитывает все новое и интересное. Но порой этим пользуются в своих политических и амбициозных интересах люди, преследующие определенные цели. Экстремизм и религия не должны иметь ничего общего. В повседневной нашей жизни все наши деяния обязательно находят свои подтверждения в религии. И поэтому религия не должна быть отстранена от нашего ежедневного образа жизни. Свои духовные потребности молодежь пытается удовлетворить через интернет. Но в его сетях нет человека, наставника, который смог бы подсказать истину. Там порой идет открытая пропаганда экстремизма. В большинстве случаев меня влияет это пагубно. Нынешняя молодежь сейчас по неосторожности уходит в другие секты, которые запрещены законодательством нашей республики. Сегодня в правительстве решается вопрос о запрещении сайтов, разжигающих экстремизм. Новое издание «Религия и традиции» очень доступно, красочным языком определяет роль религии в культурной жизни страны. Как религия сохраняет духовное наследие Казахстана. Я думаю, что это самая нужная тема для нашего века, потому что религия – это взаимосвязано с молодежью. Умению отделить зерна от плевел должна научиться современная молодежь Казахстана. Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Центр молодежных инициатив Карагандинской области и Саранский гуманитарно-технический колледж имени Абая Кунанбаева организовали встречу с выпускниками детского дома Таншулпан. Подобная встреча поможет им выбрать профессию, защищать свои права и занять свою нишу в обществе. Детский дом Таншулпан существует с 2013 года. Здесь воспитываются 107 детей разного возраста. Все они проявляют в учебе огромные старания и обладают хорошими способностями. Сегодня представители Центра молодежных инициатив из Саранского гуманитарно-технического колледжа провели с детьми разъяснительную работу. Целью данного мероприятия является осуществление социально-психологического патронажа, проведение воспитательно-разъяснительных, психопрофилактических мероприятий, направленных на развитие личности, оказание юридической помощи, проведение всеобучия и многие другие жизненно важные вопросы. Такие встречи проходят во всех детских домах, домах юношества и молодежи нашей области. Об основных направлениях мероприятия рассказал заведующий отделом Центра молодежных инициатив Карагандинской области Сакен Сулеймен. Основные направления – это психологическая, социальная, юридическая консультация, подготовка к дальнейшей жизни. И в этом направлении служба социальной адаптации выполняет свои основные работы. Представители колледжа подробно рассказали о деятельности их учебного заведения, об основных правилах поступления в колледж. Для студентов созданы все условия. Лучшие преподаватели учебного заведения готовят высококвалифицированных специалистов, которые трудятся в области экономики, педагогики, психологии и не только. Воспитанники детского дома Тан Шоу Пан, в свою очередь, выразили благодарность организаторам за оказанное внимание и заботу. Как оказалось, многие из них уже поставили для себя цель поступить именно в этот колледж. Я после окончания девятого класса хочу поступить в Саранский гуманитарный технический колледж и получить хорошее образование. Для меня это очень важно. Разъяснительная встреча имеет благоприятное влияние на молодежь. Ребята смогли получить ответы на все свои вопросы касательно их будущего. Развитие нашего государства зависит от молодежи. Именно поэтому подрастающее поколение должно получить качественное образование и хорошее воспитание. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Весенний праздник Наурыс уже стучится в двери. В Караганде праздничные мероприятия будут проходить 22 марта на шести площадках города. Так было решено на селекторном совещании, где были заслушаны информации Акимов городов и районов о ходе подготовки к празднованию Наурыс Мирамы. Аким города Караганды Мирам смогулов сообщил, что в областном центре праздничные мероприятия будут проходить 22 марта на шести площадках, с тем, чтобы охватить все районы города. Будет установлено 69 юрт, отражающих уклад и быт казахского народа. 25 торговых палаток, в том числе для проведения благотворительных акций. Всего мерами социальной поддержки планируется охватить свыше 5000 человек. Основное театрализованное праздничное мероприятие «Кошкладин Наурыс» пройдет до 2 марта в 12 часов на площади независимости. В концертной программе планируется выступление коллективов художественной самодеятельности, артистов концертного объединения имени Кали Байжанова, а также звезд казахстанской эстрады. Запланированы и спортивные соревнования. Предполагается, что во всех праздничных мероприятиях будет задействовано 25 тысяч человек. Аким области Баужан Абдишев подчеркнул, что основная цель праздничных мероприятий – отражение единства и сплоченности народа. Поехал на соревнования за свой счет, но вернулся с победой. Всероссийский турнир по пауэрлифтингу «Сибирский медведь» прошел в Новосибирске. Наш спортсмен Акмаль Маткаримов на них занял первое место. Об этой приятной новости он рассказал только нашему корреспонденту. 8 и 9 марта в Новосибирске проходил чемпионат по пауэрлифтингу «Жиму лёжа» и «Становой тяги». В нём состязались тяжелоответы из России. Из Казахстана было представлено всего пять спортсменов. В своей весовой категории Акмаль Маткаримов занял первое место. Достойных конкурентов на соревнованиях в Новосибирске было много. Но самое интересное было то, что Акмаль сражался за победу с атлетом, с которым бился на этом же турнире в прошлом году. Вот, к моему удивлению, он тоже заявился и выступил. Но мы с ним бодались сейчас серьёзно, как бы у нас борьба была сильная. И я его опередил на 2,5 килограмма за счёт становой тяги. Я в конечном итоге поднял становую тягу 230 килограммов. А Винников Алексей, мой соперник, он вытянул 225 килограммов. А в «Жиме лёжа» он обогнал меня на 2,5. Готовился к чемпионату Акмаль за свой счёт. Управление спорта Карагандинской области даже не поздравило спортсмена. Зато это сделали его лучшие друзья, которых он тренирует в зале. Журналист телеканала «Первый Карагандинский» тоже решил поднять штангу. Это первое движение в пол-лифтинге. Но не каждый сможет его выполнить. Напомним, что Акмаль Маткаримов уже известен в Караганде своими победами. За неполных 4 года в силовом спорте он успел стать чемпионом Евразии, чемпионом Кубка Европы и президентом федерации по ул-лифтинга по версии ВПС по Карагандинской области. Многие ученики спортсмена сегодня работают в популярных тренажёрных залах нашего города. Для некоторых это просто хобби, а вот для Акмаля это ещё и медали за победу. У меня любовь к этому виду спорта. То, что занимаюсь для себя, выступаю для страны, для города, для клуба, для своей команды. Даю им мотивацию своими соревнованиями, своими победами. Но она даёт просто-напросто. Это то же самое, как хобби. Кто-то коллекционирует марки, а я коллекционирую медальки. Николай Кровецк, Арат Рашитов, Бахтяру, Спанов, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня всё. Спасибо за внимание. Аман Сауболмстер. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова